Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Кавышова. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. В областной станции скорой медицинской помощи состоялось совещание, на котором рассматривались вопросы, касающиеся недавней забастовки медицинских работников в Октябрьской подстанции номер 2. Журналистам, к нашему удивлению, на это совещание вход был закрыт. К чему же такая секретность, выяснял Марк Брюшко. Главную достопримечательность аллеи футбольного клуба «Шахтер» вернули на место. В Караганде продолжают благоустраивать дворы. Акция протеста работников неотложки, кажется, приносит свои результаты. Сегодня руководство учреждения вышло на переговоры с подчиненными. В областной станции скорой помощи состоялось рабочее совещание, где обсудили наболевшие вопросы, в том числе условия труда медперсонала. Сюжет Марка Брюшко. Журналистов на собрание не пустили. Двери актового зала, где проходило совещание, захлопнули. Причина, как говорит администрация подстанции, врачебной тайны. Что скрывает на самом деле от СМИ, ни для кого не секрет. Недавняя забастовка персонала скорой помощи в Октябрьском районе тому подтверждение. Вы пока вот это откройте, пока это откройте, столько времени пройдет, больной может умереть. Видите? Машина старая, никто этого не отрицает. Техосмотр все машины проводят. А если дверь может открыться, естественно, Бог будет сказать, что больной потеряет торопись. Но машину мы просим, нам постепенно, поэтапно дает. Как вы знаете, 15 машин мы бы сдали. Вы уже почитали. Еще почитали, не первый раз. От такой прессы, да. Напомним, на забастовке, проходящей 28 августа, персонал скорой помощи не побоялся высказать претензии руководству. По их словам, работать в подобных условиях просто невозможно. На подстанции нет нормального холодильника, санузла и прочих удобств. Условия? Ну, условия у нас неважные, я вам скажу. Потому что нет ни шкафов, ни холодильника, оказывается. Я вообще в отпуске, оказывается, я теперь узнаю, холодильник не работает. Это сложно, чтобы вот 40 человек в один маленький холодильник, да, все свои тормозки уместили. Однако позже глава областной станции скорой помощи все-таки согласился прокомментировать ситуацию не только с забастовкой, но и с условиями труда подчиненных. По словам Сабита Тибенова, в ближайшее время вне отложки Октябрьского района будет проведена замена оборудования. В холодильнике уже закуплены и будут поставлены в количестве двух штук на Октябрьскую подстанцию. Значит, машины, естественно, мы этого и не скрываем. Машина у нас старая, автопарк практически у нас на 70% устаревший. Но поэтапно, как вы знаете, в этом году весной, значит, на область мы получили 15 автомобилей. К осени планируется еще два автомобиля. То есть эта программа, она рассчитана до 2017 года. Также, по словам директора, покупать автомобили станция скорой помощи самостоятельно не может. Обновлять подвижной состав неотложки будут вышестоящие органы за счет республиканского бюджета. Что касается конфликта между коллективом подстанции номер 2 и ее заведующей, объективного решения на этот счет пока нет. На данный момент создана рабочая группа, которая пройдет свое расследование. Марк Блюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. ЧП на заводе Арселор Миттл Тимиртау. Вчера вечером здесь загорелся один из трансформаторов Тимиртауского энергоузла, от которого запитан блок распределения воздуха металлургического комбината. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар был локализован тем же вечером. Все цехи комбината работают в штатном режиме. Пострадавших нет, ведется расследование. В Казахстане новый министр образования и науки. На эту должность назначен Аслан Серенжипов, который ранее занимал кресло председателя исполнительного совета Назарбаев университета. Его предшественник Бакаджан Жумагулов был освобожден от данной должности соответствующим указам главы государства. Главную достопримечательность аллеи футбольного клуба «Шахтер» вернули на место. Только вот внешний вид монумента оставляет желать лучшего. Постамент из фанеры, мяч из резины. Картину дополняет скотч, которым закрепили конструкцию. Сергей Журавлев узнавал, во что превратился памятник карагандинскому футболу. Мяч-памятник вернули на место. Но не как обещали выточенный из гранита, а обычный резиновый снаряд на деревянном постаменте. Да еще вдобавок приклеенный скотчем, как защита от ветра и вандалов. Буквально за неделю до ответного поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов против шотландского «Селтика» местные власти открыли аллею в честь карагандинского футбольного клуба, главным символом которой, безусловно, считается мяч-памятник. Но не прошло и двух дней, когда достопримечательность пропала с постамента. Горожане тут же принялись шутить. Говорили, что мяч забрали в Шотландию. Кто-то посчитал, что его украли. Кто-то пропал, какие были первые мысли? Сегодня мы сейчас спустились. Наверное, делать будут новый какой-то. Какие у вас были первые мысли после того, как он пропал через два дня? Никаких даже не замечал. После этого забыл, что произошло. Ну, мне кажется, это муляж был, макет какой-то, портонная коробочка, резиновый мячик. Тогда оказалось, что мяч просто забрали на реконструкцию. Обещали, что на месте появится другое гранитное изваяние. Но вот накануне украшения аллеи все же вернули на место. Только обещанного мяча из природного камня никто так и не увидел. Постамент по-прежнему выполнен из фанеры, а сам мяч – обычный резиновый спортивный снаряд. Причем приклеен он к фанере скотчем. Каждое утро его постоянно что-то подмазывают, что-то подделывают, потому что на него сажают людей, об него облокачиваются. В момент открытия практически вы вообще пытались пинать. Поставим метровый гранит, пожалуйста, пробуйте пинать. К слову, новый мяч, который будет больше и тяжелее, подрядчики обещают установить к концу сентября. Между тем, горожане поговаривают. Не связаны ли недавние поражения горняков с исчезновением памятника караганинскому футболу? Пока готовился материал, монумент снова убрали. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. В Караганде продолжают благоустраивать дворы. Однако в этом году их облагораживают по минимуму. На придомовых территориях появился лишь свежий асфальт и новые бордюры. Насколько качественно выполняется работа, проверили городские депутаты вместе с чиновниками и подрядчиками. Они лично посетили несколько придомовых территорий угольной столицы. «Асфальт вы сделали? Ага, вот это вот центральная часть. Это администраторы программ, господа Кематкин и Владислав, все полные мобильные». Это улицы Санаторная и Медицинская, что на Новой Узенке. Дворы попали под программу благоустройства. Первый объект посещения и уже масса замечаний от народных избранников. Асфальтное покрытие обновили, а вот подъездные пути отремонтировать то ли забыли, то ли попросту сэкономили. Словом, не пройти, не проехать, сетуют местные жители. «Вы сами видели, вон эти кочки, да. Я там хожу и частенько до магазина не дохожу. Нечаянно на раз и все, я сломался». «А, вот смотрите, во дворе это хорошо сделали, да?» «Во дворе это сделали хорошо». В этом году на Октябрьский район выделили почти 200 миллионов тенге. Этих денег хватит, чтобы навести порядок в 21 дворе. Правда, благоустраивают придомовые территории по минимуму. Асфальтируют подъездные пути, устанавливают искусственные неровности на дорогах и меняют бордюр. Такую работу уже провели по улице Говорова. «У нас такая грязь была, они пролазные. Мы не могли выйти на остановку в обуви нормальной, чтобы в городе ходить. И детскую площадку тоже, вот смотрите, 8 двору, одну площадку только сделали. И что там сделали? Каруселька только. И вот, а детей тут полный двор». Здесь даже подъездные пути сделали как положено. Однако ремонтные работы коммунальщиков уже успели подпортить асфальтное покрытие. В программу благоустройства вошли и некоторые дворы Майкудука. Здесь проведена аналогичная работа. А вот жители 15-го микрорайона, увидев в своем дворе гостей из Акимата, не применули обратиться лично к чиновникам. Груды земли и камней уже несколько месяцев украшают придворовую территорию. Куда только не обращались местные активисты, проблема не решается. «Я говорю, придите, разровняйте. Хотя бы разровняли уже там. Подойдет время, разровняем. Я говорю, скоро осень настанет, грязь, дожди пойдут. Люди вот отсюда идут на работу, все в грязи вот так, по коленам». Представители районного Акимата пообещали разобраться. В этот же день группа депутатов посетила район имени Казбекби. Народные избранники ознакомились с проделанной работой во дворах участников программы, а также выслушали пожелания и замечания местных жителей. Народные избранники заключили, работу по благоустройству необходимо выполнять в комплексе. Рекомендации будут направлены в городской Экимат. «Но остается один из вопросов. Первый вопрос – это, мы говорим, комплексно подходить для того, чтобы детские игровые площадки сразу, мусорные площадки. Вы здесь смотрели, мусорная площадка здесь сделана. И вопрос, как пауза Антона, выезжали, смотрели, она тоже самозлигает здесь. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. Карагандинцам заплатят за добровольную сдачу оружия. За огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства, что вне закона полагается солидное денежное вознаграждение. Акция пройдет с 1 по 30 сентября. При этом тем, кто самостоятельно обратится в отдел полиции и сдаст оружие, помимо денег гарантируется свобода от уголовного преследования. Телефоны для справок 40 71 22 40 70 18. В стране стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Акция призвана научить подрастающее поколение правильно вести себя на дороге. К слову, только за 7 месяцев текущего года зарегистрировано более 60 ДТП с участием детей, в которых погибли 6 несовершеннолетних. Карагандинские дорожные полицейские проводят обучающие тренинги и семинары для детей и подростков. На дорогах проводится работа по обновлению разметки пешеходных переходов, раздаются специальные буклеты, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Также совместно с отделом образования, отделом здравоохранения были проведены ряд мероприятий по поводу снижения дорожного травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма. Мы продолжаем выпуск. В 2009 году Национальная комиссия Казахстана по делам женщин выступила с предложением учредить в республике новый праздник – День семьи. Идея была поддержана правительством страны, и в казахстанском календаре появился новый праздник. Каждое второе воскресенье сентября теперь будет отмечаться День семьи. Во все времена у развития страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. В стратегии «Казахстан-2050» одним из новых принципов социальной политики является защита детства, в котором президент страны отмечает важность пропаганды семейных ценностей. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Что такое семья? Такой непростой, по-взрослому сложный вопрос мы задали детям. Смогут они ответить или нет? Я люблю их. Моя семья как мой дедушка. По-моему, понятно, что такое семья. Это там, где царит любовь. Семья у меня очень дружная. А здесь братья, сепленки? Нету. Гриша, попуга есть. А я люблю папу. А я люблю маму. Семья – источник любви, уважения, солидарности, привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. В каждом малыше мы, взрослые, закладываем основу любви, уважения, гражданственности, патриотизма. В каждой семье воспитывается человек, который будет строить наш Казахстан. Мы за него в ответе. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Почетный гражданин Карагандинской области Султан Дасмагамбетов отметил свое 85-летие. Академик, политический и общественный деятель и сегодня не остается в стороне отдел города и области. В областном Акимате встретились старые коллеги и товарищи по работе. Плеяда людей, которые стоят у истогов шахтерской столицы и развития региона. Ваше имя, конечно, Султан Акимович, естественно, используется за службом авторитета во всех научных кругах нашей республики. Ваша научная деятельность представлена многими-многими статьями во всех научных издателях. Те доклады, которые мы делали на конференции республиканского всесоюзного международного масштаба. Те статей, которые более двухсот, которые мы опубликовали, научных трудов. Это, конечно, большой-большой багаж нужных для будущего поколения. Оценить значение личности в развитии региона и Казахстана в целом довольно сложно. Большое видится издалека. Но Караганда с его театрами, учебными заведениями создавалась при участии Султана Капаровича Досмагомбетова. Уже за то, что он создал научный труд, своеобразную энциклопедию развития Карагандинской области, Султану Капаровичу надо сказать спасибо. Это настольная книга не только студентов, но и сегодняшних руководителей региона. Поздравительные письма от премьер-министра, добрые слова коллег, поздравления Акима области в очередной раз подтвердили, что жизнь прожита не зря и что все трудности, которые порой казались непреодолимыми, на деле только укрепляли стремление притворить в жизнь свои идеи. В жизнь сегодняшней Караганды в ее заводы и предприятия вложена часть жизни Султана Капаровича Досмагомбетова. Султана Капаровича Досмагомбетова На который были приглашены представители природопользователей и бизнеса Сергей Высокосов с подробностями. 2013 год объявлен годом экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ. Казахстанские экологи определили самый грязный город Казахстана, им стал Шимкент. Но в тройку экологически неблагополучных городов вошел и наш Тимиртау. Караганда ненамного отстала от него. Она занимает не самое почетное место. Пятое. Экологические проблемы в области актуальны уже не один десяток лет и требуют хорошего финансирования. Поэтому важно сегодня переосмыслить наше отношение к природным богатствам. На семинаре совещания как раз и поднимались проблемные вопросы и выделялись административные барьеры при получении экологических заключений, определялись пути их решения. Для разработки третьей, четвертой категории, разработки экологических проектов нет необходимых получения лицензии. Это опять-таки данное мероприятие направлено на упрощение юридических функций. Мы на стадии перехода на систему гелицензирования полностью весь оборот получения разрешения и заключение экспертизы будет удовольствием. В нашем государственном органе будет удовольствием в электронном формате. Карагандинской области грозит погрязнуть в отходах. Сегодня вторично перерабатывается лишь 1% мусора. Примерно треть промышленных отходов утилизируется. Коммунальный мусор просто складируется. Тем не менее, Карагандинская область переходит к зеленой экономике. Однако до сих пор крупным предприятиям приходится выставлять многомиллионные иски за загрязнение окружающей среды. Примерно треть промышленных экспертизов – это основа основ для этого пользования. Между тем, тропаемые вопросы определенные и низкие. Все нормативные требования, касаемые законности выдающей или других вопросов, нарук отслеживается, проводятся проверки. Руководители малых предприятий сетуют, что экологическая экспертиза обходится в разы больше, чем налоговые выплаты. Эксперты жалуются на отсутствие профессиональных кадров и вал документов. В итоге снижаются выплаты, которые направляются на выполнение государственных задач по улучшению экологической обстановки в области и стране в целом. Государство поддерживает предпринимательство как ведущую силу национальной экономики. Но нельзя забывать об экологических законах Республики Казахстан. От их исполнения никто никого не освобождал. Экология – это та лакмусовая бумажка, которая определяет мировой рейтинг государства. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В городской аптеке номер 70, расположенной по улице Бухаржирау, 34, открылась традиционная выставка продажа физиотерапевтических аппаратов производства российской фирмы «Еломет». Выставка продажи будет работать с 4 по 7 сентября. В аптеке номер 70 города Караганды на выставке продажи медицинских приборов представлен широкий ассортимент аппаратуры, помогающий в домашних условиях улучшить состояние здоровья каждого нуждающегося в этом. Приборы могут помочь и взрослым, и детям. Опорно-двигательный аппарат, сосудистая система, лор-заболевания, геморрой, простатит, травмы, ожоги – вот неполный перечень недугов, которые можно излечить с помощью современной техники. Самые популярные аппараты «Алмаг Комовит» воздействуют за счет магнитного поля, снимают отеки, воспаления, боли. На приобретенные медицинские приборы выдается гарантия на 2 года. Аппарат клинической физиотерапии «Алмаг-01» применяется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, таких как заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, невритов, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы. Аппарат «Алмаг-01» очень прост и удобен в применении в домашних условиях. Аппарат «Алмаг-01» широко применяется в клинической физиотерапии всех лечебных учреждений Караганды и Карагандинской области. Аппарат «Мовит» предназначен для профилактики и лечения заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как хронический простатит, простатовизикулит, уретропростатит. Аппарат очень прост и удобен в применении в домашних условиях. Аппарат применяют для лечения ведущей урологи Караганды и Карагандинской области. Клинический испытан. Аппарат теплотерапии «Фея» предназначен для лечения лор-заболеваний, таких как ангины, танзелиты, гаймориты, фронтиты. Аппарат простой и удобный в применении. Детям возможно применение аппарата с одного года взрослым без возрастных ограничений. Аппарат не критичен противопоказаниям и передозировкам. Приборы не имеют аналогов и в доступной продаже их нет. Их можно приобрести только у представителей завода-изготовителя. Это вам. Двухгодовую гарантию полную я вам выписал. Аптека номер 70, где проводится выставка продажа физиотерапевтических аппаратов, находится на проспекте Бухаржирау возле Дворца культуры Горняков. Телефон для справок 42 34 43. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Боумсдар. Редактор субтитров А.Семкин